Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Маленькая ведьма ВУШКОЛА История взросления одаренного Лиэма, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где вы ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства. Личница легкого поведения Главная героиня – девушка Олив, над которой насмехаются из запущенного слуха о потере ее невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и сразу становится популярной, заметно подшатнув школьные устои. Счастье – это часть вторая. Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая, благодаря тайне раскрытой во время интервью, с известной актрисой смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны и нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лени, который стремится к исполнению своей мечты, несмотря ни на что. Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что фантазия – это великая сила, которая помогает объединить людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов – Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографий. А новелла «Аллегра Модерата» повествует о музыканте Василию, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника. Красавица и чудовище Обозленная волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чар из себя и слух своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Бкопоцелуев Старшеклассница Эль – общительная, милая, но еще не испытавшая прелести поцелуев девушка. Ной – старший брат ее лучшего друга, дерзкий, ветреный, разбивший не одно девичье сердце. Решив однажды поучаствовать в будке поцелуев на осеннем карнавале, Эль даже представить не могла, что подарит свой первый поцелуй Ною, и ее жизнь изменится до неузнаваемости. В метре друг от друга Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие. Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила. Привдение Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе. Все парням, которых я любила раньше, привычная жизнь Лары Джин переворачивается с ног на голову, когда все письма, которые я написала своим возлюбленным, неожиданно попадают в руки к адресатам. Дора – это затерянный город. Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители и следователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы, непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок, таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok